Генеральный партнер службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Здравствуйте в эфире первого городского служба новостей город в студии Максим Новиков Я и мои коллеги расскажем о главных событиях вторника 4 июня смотрите сегодня в эфире Реконструкция улицы Киевская уже этим летом перекроет главную дорогу в московский район Как будут добираться домой жители Балтийского района Национальная одежда, праздничный стол и молитва В Калининграде мусульмане ярко отметили праздник Ураза-Байрам Цветы похожи на бутоны тюльпанов, а лепестки словно музыкальный инструмент лира В Калининграде зацвело тропическое дерево Конец веселой эпохи Группа Ленинград устроила прощальный тур по городам России Калининград не стал исключением Единственная мечта молодой мамы увидеть как вырастет сын Но этому не сбыться если женщине не удалят опухоль головного мозга Киевская улица уже этим летом будет закрыта на ремонтные работы Такое объявление в скором времени увидят все калининградцы на новостных порталах Основная дорожная артерия в московский район требует капитального ремонта А это значит, что калининградцев ждет очередной дорожный коллапс Что делать жителям Балтийского района и какие альтернативы предложат власти Подробнее в сюжете Екатерина Крейдер Партнер рубрики «Тема дня» Акорус – более 200 магазинов для всей семьи Нечипаренко Олег уже много лет живет в московском районе И как никто другой знаком с дорожной ситуацией на улице Киевская Каждое утро и каждый вечер эта улица превращается в выставочный центр Ведь за то время, сколько машин стоит на дороге, каждую можно разглядеть до деталей Он утверждает, что пробки на этой улице уже привычное явление И что определение час-пик – это перманентное состояние дорожной ситуации Еще тяжелее жителям Балтийского района во времени погоды Дождь, снег и град только осложняют передвижение транспорта Лучше, чтобы делали по ночам В ночное время, а не дневное Когда все едут на работу и едут все с работы Но не стоит забывать о главной проблеме – это состояние дорог По заверениям жителей, каждый месяц там проходит косметический ремонт ям Но это не дает никаких результатов Уже этим летом власти планируют закрыть улицу Киевскую на реконструкцию на неопределенный срок Во-первых, там булыжник, яма на яме, поскольку ее латает, не латает, она постоянно сбавляется скорость И из-за этого там под мостом эти пробки На настоящий момент мы прорабатываем всевозможные схемы объезда Как московский район, так и из него Мы проработали основные маршруты Мы уже понимаем, где у нас будут новые светофоры Мы сможем сказать даты перекрытия дорог после розыгрыша аукциона На котором будет решаться, кто будет подрядчиком А он состоится 21 июня У подрядчика может быть свое видение организации работ Поэтому они могут начаться и в июле, и в августе, и в сентябре Мы призываем жителей московского района к пониманию и терпению с момента организации работ Городское сообщество в социальных сетях устроило опрос Как жители московского района относятся к предстоящим работам По итогам голосования, несмотря на удобство, жители все равно выбирают ремонт Ремонт качественный После того, как был проведен опрос, к нам в редакцию обратился житель Балтийского района Но пока мэрия решает вопросы с объездными путями, Вячеслав сам нашел выход из этой ситуации Они будут ехать по пьяной дороге Это поворот Суворова Суворова и так вся разбитая Там и так еле-еле все едут, особенно в пробку Тем более в мост, тем более по брусчатке, мимо одной рельсы Или вообще по одной рельсе, которая немножечко шатается По пьяной дороге как они ездить будут? Мы находимся на улице Киевской на часах 13.00 Как вы видите, даже сейчас здесь есть небольшие пробки Буквально через несколько часов ситуация может измениться Пробки могут достигать 9 баллов Что делать водителям во время дорожных работ? И сколько они еще вынуждены ждать в пробках? На летний период планируются работы не только на улице Киевской А также на проспекте Мира и на улице Багратиона Поэтому заранее позаботьтесь о своем маршруте, чтобы не попасть в пробку Крейдер Екатерина, Дмитрий Зубачев, служба новостей, город 4 июня все мусульмане отмечают праздник Ураза Байран С арабского названия переводится «Прекращение поста» Целый месяц с восхода до заката солнца Последователи ислама полностью ограничивали себя в еде и воде А в день праздника накрыли роскошный стол и пригласили всех друзей В день праздника мусульмане надевают лучшую одежду Готовят традиционные блюда, совершают праздничную ритуальную молитву Всех соседей, родственников и друзей приглашают к пышно накрытому столу Смысл поста – мы очищаемся физически и духовно Самое главное – духовно, морально очищается внутренность человека Человек становится добрее, когда сам становится голодным в течение одного месяца В этот день мужчины и женщины трапезничают раздельно Так гласит обычай Дети бегают и играют в женской части дома А в мужской части дома – праздничные речи и тосты Мечеть была построена в 2006 году с помощью прихожан В пользу случая я хочу поздравить всех мусульман мира В том числе мусульман Калининградской области С этим светлым праздником Ураза Байрам Пожелать им мира, добра и любви К слову, в Калининградской области более 50 тысяч мусульман И каждый очень трепетно относится к своим традициям Ураза Байрам – один из двух главных дней исламского календаря Этот день отмечается аж 624 года Встречают в этот священный праздник друг друга словами «Идму барак» А накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня Все собранные средства идут в пользу общины в виде продуктов питания либо денежных средств Администрация Калининграда планирует частично отказаться от песка Для обработки дорог в зимний период вместо него хотят использовать соль, а также противоледный реагент Это позволит сэкономить средства Солью планируют обрабатывать центральные магистрали Московский проспект, Черняховского, Невского и другие А вот по мнению экологов соль вредит окружающей среде Калининградский янтарный комбинат создал коррекцию солнечного камня Предприятия вместе с учеными провели исследование образцов янтаря и мест, где они были обнаружены В коллекции представлены уникальные образцы камней разного происхождения, состава и цвета Собранные камни представляют собой уникальную базу данных, аналогов которой нет в России и в мире Калининград выбран местом возможного расположения Российской баскетбольной академии В федерации 30 команд и им требуется место для постоянных тренировок Предполагается, что в академии станет базовым центром для сборных команд всех уровней Здесь будут организовываться летние лагеря для детей, повышение квалификации, специальные программы для тренировок по баскетболу и многое другое Калининград Сити Джаз попал в топ-3 российских летних джазовых Open Air фестивалей этого года Рейтинг был составлен по результатам посещаемости подобных мероприятий По данным, на Open Air приезжает более полумиллиона человек В первую тройку также попали Петро Джаз в Санкт-Петербурге и Чес Джаз в Москве Калининград Сити Джаз пройдет со 2 по 4 августа в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха Мэрия пошла на уступки недовольных жителей и отменила объявление остановок на английском языке В общественном транспорте ранее жители жаловались, почему чемпионат мира закончился, а объявление остановок на английском языке не прекратилось Илья Варламов привел в пример российские аэропорты, в которых все больше навигации на китайском Также он упомянул Казань, где остановки объявляют на трех языках – русском, татарском и английском На первом городском канале продолжаются съемки, бизнес, премии «Калининградский продукт» Напомним, второй сезон проекта посвящен строительству За звание лучшей компании поборются 16 предприятий В эфире нашего канала вы уже можете видеть видео-визитки участников, а также интервью с руководителем компании В июне экспертный совет выберет победителя, который и получит главный приз – 1 миллион рублей на рекламу в эфире первого городского канала Генеральные партнеры проекта – агентство недвижимости «Этажи» и жилой комплекс «Мед» ООО «Рекстрой» Вы когда-нибудь видели, чтобы на дереве росли тюльпаны? В Калининграде зацвело экзотическое дерево Свое название растение получило благодаря цветам, похожим на бутон тюльпана А листья напоминают форму старинного музыкального инструмента – лиры Тюльпановое дерево – довольно необычное растение Его родиной является Северная Америка Чаще всего его можно встретить в Сочи и у Черноморского побережья В период с конца мая по начало июня оно особенно пышно цветет и восхищает своими красками Свести оно начало у нас не так давно, но 2 или 3 года Но такое количество цветов обильных, наверное, впервые На территории музея произрастают редкие растения, которые в том числе тюльпановое дерево Понадобится более 10 человек, чтобы обхватить его ствол В Калининграде оно встречается редко Однако есть все шансы вырастить его у себя в саду И в продолжение темы правонарушителей В Немане будут судить женщину, требовавшую прислать участкового под угрозой взорвать дом Будучи нетрезвой, она позвонила в службу 112 и сообщила о минировании Приехавшие на место специалисты, осмотрев здание, не нашли в нем взрывного устройства Было возбуждено уголовное дело Жительница Немана грозит до 3 лет лишения свободы Далее продолжит постоянная рубрика «Место происшествия» С начала года в Калининграде и области полиция штурмовала несколько наркопритонов Силовики вскрывали двери, квартир, дилеров, монтировками и кувалдами По словам УМВД по Калининградской области, в конец весны и в начале лета по статистике увеличиваются подобные преступления Все правонарушители задержаны и ждут следствия Полиция задержала калининградцев, заливших антиприз в фонтан у торгового центра С помощью записи с камеры видеонаблюдения удалось детально проследить маршрут злоумышленников Зеленую жидкость залили 35-летний мужчина и его 28-летняя бывшая супруга Калининградцы признались садейным и сообщили, что просто захотели развлечься Этот инцидент произошел на острове возле стадиона Калининград По всей видимости, за одним из автолюбителей была погоня Ему перекрыли дорогу и решительно пошли разбираться Однако парню удалось ускользнуть от преследователей Это видео по-настоящему будоражит кровь По узкой дороге фура, набитая дровами на большой скорости, едет в сторону Светлогорска Причем струбы не только не были закреплены, да еще чуть не выпали Прямо на лобовое стекло позади идущей машины Благо, никто не пострадал Наталья Исаева с 2013 года борется за свою жизнь Именно тогда ей диагностировали страшную болезнь – опухоль мозга Несмотря на то, что недуг прогрессирует, женщина продолжает заниматься любимым делом Помогать в поисках пропавших без вести калининградцев А ей помочь сможет лишь долгожданная операция, на которую нужно лишь получить квоту Я борюсь с этим заболеванием, хочу вылечиться Потому что у меня муж и ребенок Просто хочу ребенку помочь А ему еще 9 лет нет А его надо еще и выучить, и одеть Ему все хочется, он хочет, и на море А мы уже не можем вывезти его ни на море, никуда, ни в зоопарк 2013 год стал роковой для Натальи У мужа случился инсульт Ему парализовало левую руку А спустя несколько месяцев женщина узнала о своем диагнозе – леопластома головного мозга В 2014 году она сделала операцию в Бехтерево Удалили часть опухоли Спустя 3 года болезнь прогрессировала Теперь необходим гомонож А женщина практически лишилась руки и ноги На кибернож подтверждение пришло Но вызов на операцию 2 года уже жду И нет никакого результата Теряют документы Я уже 2-3 раза переделывала документы В клинике Бурденко в Москве ей говорят, что могли бы давно прооперировать Наталью Однако из Калининграда приходят документы на скальпельную операцию Почему, несмотря на многочисленные направления от профильных врачей на гомонож Документы отправляются неправильно, калининградка может только предполагать Потому что обычная операция дешевая Дешевле, чем 320 тысяч кибернож То есть кибернож это очень дорого для моей, допустим, боль клиники Где я наблюдаюсь Не хотят Чтобы добиться результата Девушка записалась на визит к областному министру здравоохранения В надежде на помощь Пока мы записывали интервью Молодой маме пришло уведомление об отказе в операции Теперь осталась только надежда на помощь чиновников До обострения она была волонтером поискового отряда «Твори добро» Она безотказно помогала калининградцам Теперь помощь требуется ей В России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг На первые строчки рейтинга самых быстрорастущих зарплат попали также в сферы рыболовства и производства готовых изделий Самые высокие заработки остаются в сфере нефтедобычи и производства табака Старинная булочная в Зеленогадске возобновила свою работу, правда в другом формате Раньше здесь продавали выпечку и свежий хлеб Теперь в киоске «Гном» располагается турбюро В 2018 году объект отреставрировали, сохранив его первоначальный вид Кроме того, был сохранен старинный немецкий механизм, при помощи которого открываются окна Калининградский янтарный комбинат собирается объединиться со своей дочерней компанией «Янтарный ювелирпром» Янтарный комбинат в одном лице будет добывать, перерабатывать и делать готовые изделия Такое объединение позволит увеличить добычу сырья и повысить рост продаж готовой продукции Союз фотохудожников Калининграда стал победителем первого конкурса президентских грантов 2019 года Проект «Кантианские традиции» в культурном пространстве Калининграда выиграл 6,5 миллионов рублей В арт-пространстве «Ворота» появится 5 двухмесячных арт-резиденций Это серия выставок и творческих встреч Их проведут художники, кураторы и исследователи из разных регионов России Российские врачи назвали резкий спад рождаемости тревожной тенденцией Показатель рождаемости в России уменьшился почти на 15,5% по сравнению с прошлым годом Также более 3000 малышей были оставлены матерями после рождения Таким образом, рождаемость в России впервые упала до минимума за 10 лет Это были все бизнес-новости на сегодня Меня зовут Анна Газирян, увидимся на Первом городском В чем хранить свои сбережения и когда рубль вырастет в цене? Подробнее в постоянной рубрике «Курсы валюты» «Курсы валюты» 5 июня Доллар США 65 рублей 16 копеек Евро 73 рубля 42 копейки Польские злоты 17 рублей 14 копеек Песни без цензуры, выступления на гишом и благотворительность Сергей Шнуров завершает музыкальную деятельность группировки «Ленинград» Свой прощальный тур он начал с Калининграда, где выступает на одноименном стадионе К слову, это первое неспортивное мероприятие в этом спортивном комплексе Съемочная группа Первого городского канала побывала на репетиции концерта И решила попрощаться с группой, вспомнив, чем занималась группировка за долгие годы своего существования Подробнее в сюжете Инги Фероновой В 2002 году жители немецкого города Нюрнберга Лица зрели совершенно нестандартную подачу музыкальной программы группировки Участники вышли на сцену совершенно голые Исполнение песни на гишом Шнуров практиковал и в Москве Однако случилось это уже через 12 лет после обнаженного дебюта В 2017 году в Калининграде Шнур сделал подарок от своей кошки Василисы калининградской братве 8 килограммов свежекупленного корма для лапок Певец также призвал жителей города ответственно относиться к животным И попросил не отказывать в помощи питомцам В прошлом году на одном из центральных каналов фронтмен коллектива признался, что не хочет видеться со своими детьми часто По его словам, ему хватает похода в театр или музей с сыном Аполлоном и дочкой Серафимой К слову, он считает, что курение и алкоголь, который употребляет его дочь, предмет его личной гордости Не видится часто с друзьями, но купил квартиру бабушки из Брянска, которая 30 лет прожила в конюшне Правда, об этом стало известно после эфира на центральном телевидении Сам Шнуров отказался комментировать эту ситуацию При этом Шнуров – частый участник благотворительных акций В мае вместе с Михаилом Боярским и Александром Киржаковым он снялся в проекте в поддержку детей больных аутизмом А также вместе с коллегами-музыкантами записал песню для бездомных Я вернусь домой на закате дня Группировка «Ленинград» существует с 97-го года 11 лет назад они уже объявляли о распаде группы Но уже через два года возобновили свою деятельность Попрощаться с легендами русского рока пришли более 40 тысяч человек Которые будут наверняка скучать по живым выступлениям музыкантов Последний тур не грустно Мы очень грустим, поэтому приехали сюда на концерт У них очень много нецензурной лексики в выражении своих эмоций в песнях Поэтому не знаю, как к этому относиться Ну очень грустно, потому что в конце концов я слушаю эту группу довольно давно И для меня сейчас будет отдушина Последний тур, я последний раз на них схожу И плакать буду после концерта Концерты пройдут в девяти городах России Последний состоится в Санкт-Петербурге 12 октября на Газпром-арене Инга Феронова, Екатерина Калиниченко, служба новостей, город В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части и по велодорожкам со скоростью до 20 км в час Для этого транспорта права, шлем или другая защита не нужна Есть только одно ограничение – это возраст с 14 лет Так в Германии борются с пробками и улучшают экологию, ну и сокращают количество автолюбителей Что еще обсуждают в социальных сетях и кто набирает больше всего лайков, узнаем в рубрике «Социальные сети» Партнер рубрики «Сети» Зооспа Кики Бутик У кого жара, а у кого дубак, да такое, что аж зубы стучат И это на минуточку начало лета А по традиции открывает его купальный сезон русский мужик Иван Да не на пряжи животом кверху, а как полагается с нырянием Только вместо моря и озер у жителей Норильска сугробы Мужчина – это взрослый ребенок Когда детей таких много, им не терпится чем-то интересным заняться И если в детском саду это драки подушками, то во взрослой жизни гонки Да не на чем попало, а на тракторах Это на спорткарах каждый дурак кататься умеет А ты попробуй за нос на заведенном тракторе исполнить Такое не покажут на спортивных каналах В правом углу ринга – подвижная самка по кличке Фиона В левом – молчаливый противник, зеленый тираннозавр Уже с первых минут боя мы видим лидера этого поединка У тираннозавра просто нет шансов, победитель очевиден Да что вы знаете об отдыхе? Вот, учитесь у енота Лапки кверху, прохладный напиток в руки и прыг в бассейн наслаждаться жизнью Ну а что, лето уже пора Партнер рубрики сети, зооспа, кики-бутик На календаре начало лета Калининградцы живут одной мыслью – быстрее бы на море А пока вы настраиваетесь на выходные Планируя, как их провести, эфир продолжит наша постоянная рубрика «Хорошие новости» Партнер рубрики «Хорошие новости» – кейтеринговая компания «Вэддон» Лето наступило Настроение хорошее Диплом, напишу, будет хорошая новость Ну, я еду сегодня на группу «Ленинград» и я очень счастлива Покупаем квартиру Мы едем на море и у нас все замечательно Поступаю в университет Библиистика, богословие, догматика Мы приехали очень в погоду хорошую, сказали, что мы ее с тобой привезли Партнер рубрики «Хорошие новости» – кейтеринговая компания «Вэддон» Ленинградская погода по-настоящему непредсказуема Всю прошлую неделю шли проливные дожди И столбик термометра не поднимался выше 15 градусов Сейчас же все изнывают от жары Когда же ждать летний дождь или прохлада нам не светит? Узнаем из актуального прогноза погоды Первый – оптический дискаунтер «Оптик Гуру» Партнер прогноза погоды Пятого июня в Калининграде днем плюс 28, солнечно Ночью плюс 18, ясно В Вильнюсе днем плюс 27, облачно с прояснениями Ночью плюс 17, ясно В Москве днем плюс 24, ясно Ночью 13 градусов со знаком плюс, ясно Первый – оптический дискаунтер «Оптик Гуру» Партнер прогноза погоды На этом все, если вы стали свидетелями интересных событий Звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 В студии был Максим Новиков, до встречи в городе Генеральный спонсор службы новостей город Сеть аптек – аптека для бережливых